Добрый день, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас во дворце спорта юбилейный в городе Альметьевск, где уже через несколько минут начнется очередная встреча при матче чемпионата молодежной хоккейной лиги. Первенство России по хоккею среди мюнеров до 21 года. Сегодня встречаются команды «Спутник» из Альметьевска и «Чайка» из Нижнего Новгорода. Это непростая серия из двух матчей. Что ж, смотрим. Интересные моменты поединка. Первыми людьми выделили одну заброшенную шайбу в исполнении дежекоровской команды. Очень плотная была борьба на каждом участке площадки. Очень много силовых приемов. Бросались самотверженные игроки обеих команд под шайбу. Ну, довольно дисциплинированно сыграли в целом команды в сегодняшнем поединке. Один из опасных моментов с участием нижегородской команды. Еще один. Ну, вот. Сейчас смотрим заброшенную шайбу. Егор. Харченко здесь великолепным броском поразил ворота Арслана Шагапова. И, казалось бы, должен был в уголке пиральницкой команды бросок отражать. Все правильно сделал. Закрыл угол. Но шайба все-таки нашла лазейку. Во втором периоде, конечно, борьба продолжилась. На уровне первой двадцати минутки. И также забросили всего одну шайбу команды. В втором периоде мы на этот раз победу. В втором периоде праздновали альмические игроки. Проверили Купов. Бороскомпорт будет лазить, но все равно горчить. Егора Громовика. Вскоре этот момент будет предоставлен режиссерной трансляции. Там, конечно, вопросов к голкиперу межгородской команды быть не может. Ну, до этого пытались, конечно, альмические игроки. Забросить шайбу, конечно, уступали в счете. И вот здесь момент со взятием ворот. Купов интеллектным броском. Оставил в пределу Громовика. И так и закончился второй период со счетом 1-1. И, как и предполагалось, борьба будет нефлючно в этом поединке. И судьба встречи решилась все-таки в третьей двадцати минутке. Дважды нарушали правила игроки-чайки. И виновником становился Александр Белевин. В любых случаях... Но при игре в большинстве ошибаются игроки. Альмические команды позволили убежать. Вот, смотрим, на этот момент. Два в одного убежали игроки-чайки. И ничего не оставалось. На три утки. Ну, как поразить ворота Арслана Шагапова. Больше заброшенных шайб мы не увидели в этом поединке. Пытался спутник сравнять счет. Были у них моменты. С ним в конце третьего периода заменили Арслана Шагапова на шестого полевого игрока. Но спасти, к сожалению, для альмических болельщиков спутнику встречу не удалось. В основное время одержала победу чайка. И уезжает из альмических с четырьмя набранными очками. Ну, а спутник всего одно из четырех очков набирает. Но выглядел справедливости ради. Стоит отметить. Против одного из лидеров чемпионата весьма достойно. Что ж, поздравляем команду «Чайка». Поздравляем болельщиков из Нижнего Новгорода. Спасибо, что оставались с нами. До новых встреч.